Приветики, дорогие друзья! Как вы поживаете? Сегодня сыро очень. Смотрите, здесь я тоже нашла. Ну, может, да. Может, это и, конечно же, несъедобный. Но все равно я нашла, знаете, что? Нашла именно разновидность. Такую опят. Вот именно такую. И там, я подскажу, это именно опята. Зимний опенок называется. Как-то название на латыни именно у него, смотрите, вот такая коричневая ножка в начале. И вот светлеет кверху. Он липкий. Это называют его зимний опенок. Так что, дорогие друзья, но есть, конечно, мы его не будем. Это у меня зимняя опята. Такие растут. Наберите зимний опенок и выйдет или фото скриншот сделайте из моего видео. Закиньте и будет там. Представляете? Именно вот это, да. именно вот этот опеночек. Не знаю, очень пасмурно, очень дождливо, сыро. Но, может быть, я и поеду куда. Точно не могу сказать. Это тот же вчерашний опенок. И там еще на деревьях есть. Еще нашла такой листик. Думала, искусственный. Посмотрите, какой цвет. Цвет осени, правда? Лежит среди вот этого всего. Вот так вот лежит. А я думаю, ой, наверное, искусственный. Как будто. А это настоящий. Такая осень с такими красотами. Пойдем дальше. Искать грибы. Вот, видите, тут тоже на деревьях эти же опята. А те, которые росли, ведь я их ела. Они были нормальные. Но те чуть-чуть были по-другому, а может и такие же. Поэтому, видите, везде у меня получается грибы. Если что, я грибоводово салтанат. Вот, тоже, видите. Вот вам, пожалуйста. А вообще, грибы любят такие места, где завалы спилов. Вот такие вот места. Видите, тоже что-то рождается. Какая-то грибница. Вот так в палисаднике листвы. Много. И здесь вот я как раз засеяла, привозила грибы, бросала их здесь. И все. Может, они и будут. Но это надо время. Потому что на следующий год. Вот, видите, грибы любят спилы. Спилы таких вот деревьев очень любят. Поэтому, кто знает. Дорогие друзья, у нас вот такая пасмурная погода. Но я выехала. Потому что сидеть, это значит уже дальше сидеть. Поэтому выехала. Посмотрим. Что будет интересного, сниму. По привычной вам дороге, дорогие друзья, я направляюсь в сторону посадки. Ну, поеду. Подышу немного. Полезно это. И потом нужно в магазинчик заехать. Ну и в принципе все. Вот такая погода. У нас небо. Скоро, думаю, и снег пойдет. Хотя вроде бы ноябрь обещает быть теплым. Здесь я уже река. Вот так вот выглядит сейчас излюбленная мною природа. Очень все равно красиво. Очень здорово. Дороги. Пройдусь немножко по душе. Подышу. Ну, может быть, что-то там только бегун. И я бегун, наверное, думает делать это и нечего. Еще плащ одела. Роса. А так листья вон, смотрите. Дубовые лежат. Листья. Может, что-то просто пройдусь. О грибах-то тут точно мечтать нечего. Но. Ну, кто знает. Вот кто-то же вылез, смотрите, из-за того, что сыро. Ну, кто знает. Пройдемся. Нет, друзья, ничего нету. Это еще сосновом. Можно. И вот я где ездила, находила вешенки. А тут уже все. Тут лес. Отдыхает. Все. Думает, что ты ищешь, дорогая. Ну, я хотя бы душу. Вернемся уже, когда будет тепло. И показалось у нас. И будем искать свои любимые грибочки. Не столько есть их, а сколько радоваться сбору. А здесь вот так тропинка. Туда-воттуда здесь тропинка. Вот и пойду круг дам. И вот и подышала. Очень хорошо, правда. Такая безлиственная красота тоже. И уже все, все видно. То, что ты раньше не видел. вот такое небо. Смотрите. Ну, хорошая погода. Очень люди там тоже идут. Гуляют. Кто не лентяй, кто хочет ходить, бродить и не лентяйничать. А я вот этих каких. Здесь босые, а тут почти в кроссовочках. Молодые елочки. Поэтому все, там дальше дома. Вон. Пойдем пока лес до следующего сезона. Может, зимой еще приедем дышать. Поэтому все. Пока-пока. Пока. Чудесные березки. И все. Направляемся. Отправляемся. Поеду. Вот зайдет поворотик. Я недалеко там оставила машину. Ключи хоть. Все. Ключи на месте. Давайте. вот так пока туда-сюда и уже стемнело почти. Приветствую. Как ваши дела? Уже на утро вчера не смогла видео выставить. А у нас погода очень чудесная летняя. Просто шикарно. Мы с дочерью выехали. Посмотрим. Пройдемся немножко. По-моему, кто-то пролетел мухой или кто. Очень тепло у нас. Солнечно и тепло. Хорошие детям, да, вон? Для детей, говорю, хорошие. Эти, да? Да. у нас Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Приветствую вас, дорогие друзья. Как вы поживаете? Как ваше здоровье? Успехи, дела и как прошли ваши выходные? С трудовым понедельником. Я, как обычно, на рабочем посту, но два дня съемку не делала, простите уж, тоже немножко свои дела какие-то делала, то, что накопилось. Знаете, с малышом много дел не сделаешь. Вот, поэтому в начале видео видели, ездила немножко в лес, подышала и приехала. Погода вчера у нас была очень теплая, хорошая. Но сегодня туман. Уже ожидаем, что скоро пойдет снег. Поэтому пока погода нормальная. Вот. Даже кто-то забеспокоился. Спасибо большое, Яночка. Не беспокойся. Приветик. Все хорошо. Спасибо за беспокойство. Все нормально. Поэтому не теряйте меня. Завтра у меня рабочий день начинается. А сегодня что? Сегодня хочу немножко поставить тесто. Сначала опару сделаю, а потом уже основное тесто. Хочу что-нибудь сделать, какие-то, может быть, булочки, что-нибудь такое несладкое, чтобы Тамерлану делать сэндвичи и давать в школу. Вот. Сегодня ребенок, он рано ушел. Вот. И придет поздно вечером. Поэтому сейчас что? Закваску беру. Беру закваску. Где-то возьму столовую ложку закваски. Вот. Полную. Разбавлю ее сейчас немножко водичкой. Обычной. Такой. Комнатной температуры. Сначала разбавлю. Немножко положу сахара. Добавлю. И все. Потом теплое место уберу. И должна заортизизироваться. И подняться опора. Поэтому сейчас вот так немножко пусть разойдутся. Какие-то заготовочки должна сделать, чтобы, ну, хотя бы пару дней, там, прибежал с работы, что-то приготовил. Все. Немножко сахара добавлю. Чайную ложечку где-то, неполную. Все. И сейчас, как только разойдутся немного, дадим им отдохнуть. Может быть, немножечко такой горячеватой воды добавлю. Чуть-чуть. Буквально. Пусть немного разойдутся. Дадим еще же отдохнуть немножко. Все. Чуть не уронила. Так. Эту закваску убираю. Сухую. Что по плану? Перекрутить мясо должна. Малыша уложила спать. Он спит. Должна по плану много дел сделать. Но если все будет нормально, сделаю. Сразу смотрю, думаю, может быть, уже сразу сделать. Да эти попарные дела убрать уже. Вот так. Поставлю где-то. Да что выпрыгивает. О-о-о-о, странная система, я вам скажу. Добавлю муки. Накрою шапочкой. И поставлю опару. Она уже сразу как бы играет. Появляются пузыри. Еще немножечко добавлю муки. Вот это у меня будет опара. На ней и поставлю тесто. Все опару в теплое место. И пусть она себе поднимается. Столько, сколько ей нужно. Мы можем поставить отметочку. Время полдевятого. Я не тороплюсь по опаре. Вот так вот. Ставлю. Все. Немножко нагрели духовочку. Туда уберу. И продолжу, наверное, не знаю, завтрак. Что-то нужно еще рано, правда, для завтрака. Но что-нибудь сделаю такое немножечко. Так. И продолжу дальше дела. У меня есть тесто. Это будет начало духовка. Слоеное. Что-то придумаю. Посмотрю. Достану его уже. С ним тоже распрощаюсь. Так. У меня есть печенье. Я так и не спекла. Хватает, короче. Что еще делать? Так. Эту пока убираем. Здесь, как всегда, прибираем. Можно выпить чашечку кофе. Да, думаю. И все. И думать, что нужно перекрутить мясо мне. Здесь достала. С мешочков достану. Сейчас посмотрю, что. И отделю мякоть от костей. Ну и посмотрю, какие заготовочки сделаю. Подумать должна хорошо. Есть слоеное тесто. Которое я так еще ничего с ним не делала. Знаете. Хочу это, да. Нужно использовать его уже. Потому что я держу не в морозилке, а так в тепле. Знаете, я хочу, что. Хочу быстро такое печенье сделать в духовке. Испечь. И... Нет. Нет. Будем готовить здесь все. И вот думаю теперь. Так. Это красота у нас подвинется. Ты поможешь тоже. Пусть и сюда пока. Или сюда. Это что такое? У меня есть, знаете, что? Повидло домашнее. Давала сестренка. Яблочное повидло. Можно повидло. Потом сверху сахар. И быстренько такие печенье испечь. И, знаете, к чаю сейчас хорошо. И что хотела сказать. И забыла, что хотела. Обычное печенье, когда нарезаешь, быстро-быстро и все. И сейчас что-нибудь. Ну, хотя оно так залутало. Посмотрю, может быть. Видите, я же его с морозилки достала. Может можно его вот так. Наверное, я думаю, вот так лучше в пласт раскатать. Тогда слои останутся еще. Не будем нарушать слои. Видно, что есть масло в тесте присутствует. Поэтому должны вот так раскатать аккуратно его. Сейчас раскатаю, подготовлю и уже принесу. Ну, что, дорогущие друзья, на такие пласты накатала. Хочу сейчас, знаете, чуть не видно, да? Хочу просто намазать. Так, повидло. Края не зацепляем. По серединке. Так, повидло. Взять. С повидлом слоеное тесто всегда вкусное. Хотела со свежими яблоками. Но, знаете, никогда пока малышок спит, надо воспользоваться множеством тысяч дел. И сверху накрою еще одной, одним куском теста. И все потом разрежу. Так думаю, что разрежу. Не знаю, что получится. Ну, что получится. Уже, что начала, то начала. Немножко так, его, знаете, порезала на такие, как бы, жгутики. Порезала на жгутики. Как бы, серединки. Вот эти вот, будут открыты, видите, бороздки, да? Да, вот так. Что будет, то будет. Еще сахарной пудрой потом посыплю. Так, слегка просто пройдусь. Не буду ничего прижимать. Тесто слоеное. Я думаю, оно, как бы, само потом возьмется. Вот такие вот сделаю сейчас. Покажу это край. А это, вот, что-то такое. Вот будет, посмотрите. Вот такими, немножко открытыми, дорожечками, будет такое печенье. И печенье, и, ну, что-то такое. Что-то интересное. Следующее тесто, это, наверное, попозже вот так сложу и уберу в холодильник. Уху разогреваю. Дорогие друзья, что с тестом? А с тестом ничего страшного. Осталось вот немножечко совсем. Поэтому, поэтому, так, чуть-чуть пересыплю мукой. Делочка между собой. Вот так. И в пакетик. И в холодильник. Все. Вот так. Что-нибудь небольшое, самсу какой-нибудь сделаю попозже. Все. Вот мы даем в пакетик. Пусть пока. Пусть пока отдыхает в холодильнике. Все. Я немножечко устрою себе кофе-брейты. Перерыв на кофе. Немножечко. Попью. И все. И отправила уже я печенье в духовку. Пусть выпекаются печенье или что это? Полу булочки, полу печенье, полу еще что-то. Тему осени продолжаем. Пусть будет пока все осеннее. Еще, думаю, нас может осень побалует. Так не хочется. Холодов. Но их не избежать. Так. Все. Готовлюсь к трудовому дню. Потому что очень у меня много дел. Очень. Даже не знаю, какие я смогу ли воплотить в реальность. Вот закваску посмотрела. Пока еще думает. Там она как поднимется. Вам сообщу. Кто завтракает. Приятного аппетита. Но пока выйдет видео. Знаете, вы уже будете завтракать. Может быть следующий день. Так, дорогие друзья, все испекла. Я сейчас выложу печенье. И потом сахарной пудрой попозже сверху посыплю. Сейчас покажу, какие получились. Даже такой интересный у них вид. Правда? Такие полосочки сверху, думаю, вам видно. Все. Выкладываю печенье. Все быстренько. Когда готовое сливное тесто. Думаю, что тесто хорошее. Мне так кажется. Малышок с того же. В случае тоже чем-то там играет. Все. Печенье готово. Вот. Быстренько. Такие готовое такое тесто. Это наши с вами друзья. Сделала сахарную пудру. Оказывается, у нее нет. И сейчас быстренько сюда посыплю сверху. Вроде бы уже как подостыла. Потому что тесто не сладкое. И кисловатое повидло немножко. Поэтому сахарная пудра здесь как бы не помешает. И по уютнее. Все. Этого будет достаточно. Все. Королю и до малыша. Вот эти он любит. Очень фруктовые пюре. Сейчас читаю салатик. А салатик из фруктов, оказывается, он так высасывает. Я открываю. Хорошие. Как сейчас нам удобно. Правда, открыли. Дали. И все. И утром он рано встает. Кушал кашку. Дочка перед работой накормила. Поэтому сидит мультфильм. И смотрит уже взрослеет. Так. Все. Пошла кормить. Увидимся. Так, дорогие друзья. Дальше продолжаем. Мясо хочу зачесночить, посолить. Перед тем, как перекрутить. Чеснок. Немножко посолю. Пусть полежит. И я перекручу. Все. Вот так вот. Чеснок, соль и перец. Сразу. Мясо помыла. И хочу дать мясу полежать. Ой, это что за куски такие? Большая. Полежит. И как раз хорошо будет. И перекручу. Ну и в принципе все. Так. Еще что. Накормила всех завтраком. Теперь, теперь. Ну всех. Кого. Особенно, да? Так. Пойду мыть салоночку. Грязная. Хочу сюда сделать. Чесночно-масляно-перцовую. Соль не делала. Вот это сейчас сделаю. Добавила соль, перец, чеснок. Все теперь перемешаю. И у меня ароматная соль будет готова. Сейчас вот так вот. Видите? Перемешиваю где? Вот так перемешиваю. Все вместе размешиваете. И у вас ароматная будет хорошая соль. Хотите еще какие-то специи добавить? И вот вам не надо покупать соль, которая ароматная. Можно на кофемолочке промолоть. Будет мелкая соль уже со вкусом таких хороших специй. И все. И готово. И готово. Все у меня такая коричневая соль. И когда будете уже ложить, не надо вам отдельно перчить, отдельно чесночить. Все по улице сильный у нас туман. Ужасный. Туман андромеды. Дорогие друзья, я все ношусь с мясом, перекрутила. Теперь это мне мясо нужно разделить на несколько частей, чтобы я поняла, что одну часть там тефтели, одну котлеты, одну фрикадельки, одну еще что-то из фарша. А там уже мясо, наверное, навряд ли мы будем, кроме филе куриного, использовать. Снег пошел. То, что быстро варится нужно. Малышок капризничает что-то. И все. И вот это должно разделить. И уже поэтапно все расставить, сделать и заморозить. Вот этим и займусь сегодня. Дорогие друзья, не смотрим на беспорядок. А он у меня существует, потому что мы живые люди. Приходили с работы, чай пили. Быстренько там дела были. Вот. Я сейчас, что? Малышка накормила. Тарелочка до сих пор стоит. Я опять одеваю перчатки. Тевтели. На тевтели накрутила лук. Здесь все перец, соль все есть. Но соль еще проверю. Так, что? Отделю часть на тевтели, смешаю. Потом смешаю на котлеты. Хлеб замочила. Что еще там? Ну вот, короче говоря, такие дела. Сейчас вот так частями буду делать. И все. Мне так будет проще. Здесь уже получается лук есть. Все, лук я накрутила. Рис смешаю. Яйцо потом добавлю сюда. И все. И для тевтелей у меня фарш готов. Тевтели я так же думаю... Ух, снег прямо... С первым снегом. Я думаю, что для тевтелей нормально. Будет все здесь внутри. Ох, лук острый. Как бы объедает. Ох, лук. Вот. Дорогие друзья. Ох, 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 ох. Ядреный лук. Все. Это на тевтеле. Но еще посмотрю, сколько мне чего нужно еще добавить. Может соли, может перца. Ну, думаю, что перца навряд ли. Так. Какую-то часть я уберу. Эту маленькую часть. Это я сделаю чистать фрикадельки на суп. Эта часть у меня пойдет ее сюда. Одну часть хочу убрать, сделать здесь. Вы знаете, что? Немножко лука нарежу. Того-сего. И может чебуреки захотим. А вот эту часть я уже пущу на котлеты. Все. Поэтому сейчас все как распределила. Кручу лук. Кручу все. И делаю. Ой, какой острый лук. Я буду немножко ковлякать. Ну, ничего страшного. Сейчас смешаю лук. Это уже все. Я на чебуреке часть. И часть на... Хотя на чебуреке возможно... Брысь еще этот давала уже кушать. И она все равно... Часть, возможно, я еще лука сделаю. А сейчас быстро фрикадельки. Такие небольшие. Повыжимаю. А потом их за формой мою. Хотя ведь у меня есть штучка эта. Нет, я ее не достаю. Буду вот так делать. Потому что никогда. Малышка смотрит. Ибрагим. Поэтому сейчас немножко времени нет. Сейчас быстренько. Вот так вот. Заколобочим их. И все. Бой страшно. Щипет. Лук ядреный. Белый лук. Покупала. А он такой. Ух. Прямо съест сейчас. Мне глаза. Короче, друзья. Яйца я добавила. Сейчас размешаю. Фрикадельки отправила замораживаться. Это я сейчас размешаю с яйцом. И пусть себе пока фарш стабилизируется. Уберу его в холодильник. Накрою шапочкой. И пусть немножко фарш придет в себя. Стабилизируется. И тогда легче будет формировать тефтери. Он уже как бы не будет такой мягенький. Все. Это же можно и тефтери, и голубцы. Ну, у меня вроде бы капуста только не для голубцов есть. Все. Вот это края. Сейчас аккуратно вытру. Значит, все. Здесь у меня котлетные. Также постоит. Отдохнет. И я сформую котлеты. И все. И тоже их отправлю в морозилку. Как застыну. Куречек. Все. Пришли. Достали. Ну, не разморозили. Накануне достали. Простой холодильник отправили. Они там придут в себя. После морозилки. И все. И жарите. Так, мою руки. Прибираю здесь. И что-то еще должно было сделать. Не знаю. Это все стабилизироваться отправляем. Так. Так. Угу. Все. Так. Это все. Отправляем. На отдых. В холодильник. Это навряд ли влезет. Ну, попробую. Влезет. Все хорошо влезает. Все. Отправляю. И пока на время забываю. Теперь, пока еще не начала здесь прибираться. Посмотрю, что с закваской. Не доставала. Закваска активно играет. Где у нее метка? Ну, от метки не так много ушла. Или я так поставила. Но играет. Сверху сделаю вид сейчас съемку. Еще дам постоять. Пусть возьмется хорошо. Потом поставлю тесто. Вот так она начала играть. Но там время. Пусть еще стоит. Между делами еще не убиралась. Хожу. Знаете, что решила? Немножко на обед. Обед уже. Сделать супчик. Рис остался. Сделаю немножко фрикаделек тоже на суп. И свареный рисовый супчик. Вкусненький. Хочется с фрикадельками в такую погоду. Жильденький хороший супчик сделать. Это сделаю все. Ой. Эти глаза вытирала, что ли? На руке черное. Так. Сейчас подсохнет. Высохнет. От огня кастрюлька. Я быстренько. Немножко сделаю супа. А может, множко, чтобы горячий суп все пили, захотели. Потому что сейчас такая погода. Хочется пить только суп. Как готовлю суп очень быстро. У меня картофель фрик натуральный. Его ложу. Рис уже отварной. Все. Сейчас лук немножко. Морковочки. Все. В холодильнике остался лук немножко. Хватит его. Немножко моркови сушевые. Чуть-чуть. Обжариваем, обжариваем. Ломаем немножко. Только пинтри. Все. Отправляю картофель такой. Он натуральный. Поэтому очень отлично в супе. Сейчас поварится. Рис готовый добавлю. Водой залью. Бульончиком. И все. Пока отвлеклась. Тут у меня суп вовсю кипит. А не надо кипеть. Зачем супу кипеть? Вот. Кипеть не должен. Эх. Пробуем на соль. Кушаем горячий суп. А дальше. Свистит еще до сих пор. Дальше сделаю тесто. И там уже посмотрю. Дорогущие друзья. Тот план также планом остается. Представляете. Некогда. Накормила маму. Пока малыша. И так и время летит. Закваска все поднялась. Поднялась. Да. Вот уже. И хорошее. Я эту. Не закваска. Простите. Опара. Эту опару. Я добавлю здесь немножко у меня. Йогурт. Который домашний я оставила. Его. Думаю. Уже все. Он мне не пригодится. Делать я ничего не буду. Мне некогда будет. Поэтому вот эту опару. Я добавляю в йогурт. Посолю сейчас. Уже запах кислого. Налью масло. И посолю обязательно. Теперь мешочки придется. Соль. Хорошо. Посолю. Вон еще. Не попадалось с солью что-нибудь. Так. Все. И замешу такое мягкое. Хорошее тесто. Много не буду. Вот так вот. На этой опаре. И замешиваю. И замешиваю. Быстренько сейчас. Ну. Может быть. Давайте. Все же. Одно яйцо разобьем. Все. Прибегаю. Размешиваю. Думаю. Что тесто долго не будет подниматься. Не надо ему долго подниматься. Так. Прямо яйцо даже не взболтала. Как есть, так и замешу сейчас. Мягкое тесто. Мне главное надо, чтобы Тамерлану в школу делать сэндвичи. Как чапаты. Что-то такое сделаю. Очень легко готовится. Вот такое замешиваю. Мягкое тесто. Накрою. И все. Вот на этой опаре прямо делаю. Дорогущие мои девочки. Мальчики. Все. По мере того, как тесто будет подниматься, я буду его приминать. Так. Сейчас все это с рук убираю. И фарш что-то оставляю. Все же может быть пожарю беляши. Субтитры сделал DimaTorzok